Музыка 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 Надо кормушки какие-то поделать, поварить, покрутить И надо отопление И помимо этого всего Что надо, надо, надо Мне надо самое основное это купить Ну и что-то получается Уже уходим отсюда Почти Прошел опорос Поросят При опоросе было 15 штук И уже одного Вот пошли вторые сутки Одного уже Придавило Но у нее всего 12 сосков А 15 поросят Поэтому Ну тут свои плюсы, свои минусы Ну то есть от этого никуда не уйдешь Это по любому будет Вот им пошли вторые сутки Завтра будем им купировать хвостики В зубки Вставить железо И Может еще кто-то отойдет Не знаю Ну не хотелось бы Ну понятно, что это Ну такое дело Это не усмотришь, не уследишь Я и так их забираю Вот ее кормлю сейчас Перекрыл фанеркой Чтобы они туда не бегали Ей не мешали Чтобы детей скучковали И эта свиноматка Уже пятый день После отъема Не заходит в загул Да, я не спорю Она может быть завтра зайдет Или послезавтра Но Надо, чтобы она понюхала хряка Хряка я сюда запускать не хочу Потому что здесь свиноматка с поросятами Она сейчас начнет тут такой кипиш садить Вот этот Появится хряк Тут начнет по клеткам везде вынюхивать И тут начнется сильный хаос И я переживаю за поросят Чтоб не было никакого стресса И еще что-то То есть я сейчас возьму тряпку Потрем хряка И дам ей понюхать Может сорвется И так же мы закончили зерносклад Покажу сейчас И переходим уже на сарай Так, каштан, давай тряпку Слюньки давай вытру Слюньки а так хорошо Вот таким образом Сейчас покажу как Каштан любит шпарыш На, каштан На, каштан И мы сейчас Таким образом Смотрим об хряка тряпку И кинем свиноматкой И должна сорваться Сегодня-завтра Может даже сегодня вечером Или завтра И с кустером покроем Кряком я своим не буду покрывать Потому что мне надо не Потренд дюрок А чистый дюрок Не кантор Потренд дюрок А чистый дюрок Сюда по-любому запускать нельзя Тут кипиш начнется Поэтому лучше так Так, рыжа Рыжа, а ну на Нюхай Уже кричит Вот это же зовет Карася Все, будешь кормить Открываем Иди Все, иди туда Детвора Давай туда Все, так они Бегом, бегом, бегом И все туда И сейчас она будет ложиться Их кормить А может не сейчас Может через полчаса Вот это самое главное Первое То, что сутки То понятно Это сутки А потом хотя бы Трое-пять суток Они уже побольше будут И уже сложнее их придавить Они уже более бегают Более резвые И запищит Если что И этот Ну короче Сколько тут кабанчиков и свинок Я не знаю Я не смотрю сразу Потому что я знаю Что кто-то отойдет Кто-то еще что-то Цыплят по осени считает Поэтому Я потом уже Когда позже Когда уже буду понимать Что более-менее Есть шансы Что все останутся Потом уже начинаю считать Сколько свинок Сколько Кабанчик Привяжу тряпку И пускай не укрит Сейчас она Поест Я думаю Тряпка Она может погрызет Польвет Ну и есть не будет У них запах Очень развитый Поэтому Сейчас она просто Занято У них завтрак И сейчас будет нюхать Тут этот Я думаю Загуляет Так Вы что тут А вот все равно Трудься Трудь Давай туда Кипишелка Давай куколка Кормы Ну и по канторам Глянем Какая свиноматка Кантор Что именно Вот эта крикливая Мне такие свиньи Не очень нравятся Но Я имею ввиду Крикливые Вот все у меня Тихие Хоть даже Голодные сидят Там на норме Но не кричат Это одна Вот эта Так кричит Такой Противный у нее Крик Ну а как свиноматка Конечно посмотрим Как она себя поведет Как свиноматка Сейчас будет Наверное Ложиться Он уже роет Вот это Когда она ложится Самое хуже Думаешь Хоть бы никого Никто туда Спороцать не подошел Хоть бы никого Не придавило А ну сейчас Посмотрим Как она ложится Ну вот Вот туда бегает Вот это уже хорошо Я их туда стараюсь Подсаживать чаще Чтоб они туда бегали Она то есть Сильно как бы Не так как корова Ложится куда угодно Она то старается Чтоб никого не было Он сейчас начнет Может разворачиваться А может еще нет Ну она же знает Когда их кормить Я думаю Кукляшечка Так уже Минус один Уже им больше Молока на этих Уже одного нет Сама же поела Хорошо Водички Попила Ну не кормит Короче Пойдем дальше Так Эти уже Пятый день Как Забрал Вот свиноматки Пятый день Я свиноматки Едя от корм Я уже насыпаю туда Но чуть-чуть Сыплю туда Ну чтобы больше Как бы По чуть-чуть Они пробовали Ну там уже У меня свои методы Это неправильные методы Но я делаю так Пятый день Пятый день После отъема Поносов Поносов нету Кашульки Густые Ну то есть Такой воды Жижи Сракопадика Нету И так само Здесь Вот я не убирал То есть Все Идет Нормально Все идет Своим чередом Вот Кто хочет Туда в кормушку Лезет А здесь Чтобы они Более Ну Привыкали До корма Я уже потихоньку Подмешиваю Старт И сюда Ну я буквально Сюда жменью Не больше Раскидывай Его просто Нюхай Пробуй Там что-то Там То есть Нормально Ну получается Уже пятый день И без поносов Значит Идем В нужном направлении То есть Все хорошо Да Вот так Ну Что сказать Дай бог Так Вот Санька Уже с рулеткой Меряет что-то Что-то меряется Да что ты намерил 96 Вот мы будем Сейчас выбирать Этот весь металл Вот эти все Трубочки Уголочки Там они Позарастало Это все Убирать На переднюю часть Клетки На фасады Клеток Ну в том сарай Это мы сейчас Будем заниматься По Самому Зерноскладу Вот так У нас все Получилось Хостел Вот так Получилось Вроде бы Ну Смотрится Свежо Хорошо Красиво Гнездо Гнездо Ласточки Там много Кто писал За гнездо Мы обошли Она летает Тут нормально Все Мы туда не лезли Пускай так и будет Тут все равно Открыто Или окно Или двери Будут То есть все Вот склад Для зерна На первое время Перебиться Мы покрасили Получается Закатали Воду эмульсионкой Стены Чуть-чуть Подкрасили Два тюбика Красителя А ну Сань Дай ведро С эмульсионки И краситель А ведро Ну С эмульсионки Ведро Помыть А белый О Поставь Вот смотрите Друзья Вот нам вышло 180 гривен Потолок Два раза Мы закатали И такое же Ведро Мы уже вымыли 180 гривен С кем Вот 180 гривен И 180 гривен 360 гривен Грубо говоря 6 пачек сигарет Ну и краситель Ну и два красителя Я даже не знаю Почему Два зеленых красителя То есть Оно вышло Там нам 300 с чем-то Гривен Ну посмотрите Есть на что Посмотреть Свежее Аккуратное И сделанное Это для тех Кто пишет Что Ого Ты какие Деньги Кидаешь Там Чтоб Этот Ну это Что Большие деньги Я же говорю 7 пачек сигарет Если перевести На сигареты Это кто-то Неделю курит А как мы с Саней Так мы За эти деньги Купили он Наверх Покрасили И на низ Закатали И все Сейчас будем Застевать Линолеум А тот что у нас Уже на солнце Выровнялся Будем резать Он правда Порватый Но как-то Выбирать На вход Более целый А туда уже С кусков Да Подлатаем Золотаем Подлатаем Золотаем И переходим На сарай На сарай Мы вообще Бетон высохал Мы туда не касались Мы туда не касались Сейчас начинаем Касаться Уже с сарая Все Бетон Тут уже схватился Более-менее Нормально И сейчас Вот эти все Ошметки Трубочки У нас их Получается В районе Тоны Может даже Больше Тоны И вот эти все Трубочки Я хочу На передние Часки Клеток То есть На фасады Калитка Калитка А вот эти вот Часки Вот До калитки И так там До калитки До калитки Я думаю Может хватит Что не хватит Будем уже Собирать Обгрызки Обкуски Ошметки А на эту Часть Вот Тут мы Зашьем металлом А на эту Часть То уже Куплю Одинаковый Ровный Профиль Там 30 На 30 Или 30 На 20 Или 40 На 20 Ну то уже Такое Это проще Это я Грубо говоря Это во внимание Не беру Передки Надо поварить Передки И двери Ну вот так Планируем Заняться Таким Моментами И все Вот это Сейчас теперь Идем на сарай Вот Вот такие Примерно Трубы На стойке Вот К примеру Труба Вот Раз Вот К примеру Вот здесь Я ее Приварю Он У меня Закладной Уголок Вот так Примерно Раз Обварил Ну понятно По высоте Вымерил Все Это Дверь А эти Части Надо Заваривать Трубочками Чтоб поросята Не провазили И так Везде Кто-то Говорит Медленно Ну Медленно Я делаю По своим Возможностям Сейчас Тоже Кинься Мне сейчас Надо Что мне надо Мне надо Воду Бить Колонку Скважину Бурить Это Расходы Надо Метал Сюда Покупать Это Расходы И Надо Воду Проводить Поилки Это Я даже Не покупал Еще Все Корма Вот Сейчас Пойдет Уборка И мне Надо Затариться Кормами На Весь Год А Сарай Мне тоже Надо Я так Уже Прикинул Ну Какому Временю Мне Нужен Сарай У У Меня В принципе Там Все Оформлены Там 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 Им Обезьянки Киевлянки Черноспинки Анфисе И Там Еще Двум Негде Пораститься Это Шесть Свиноматок Где Негде Пораститься Их Надо Полюбать Сюда Это Конец Июля Конец Июля Август Их Надо Сюда Поэтому Время Еще Какое То Есть И Будем Так И Делать Ну Саня Уже В среду Уезжает В следующую Среду Сегодня У нас Вторник Завтра Среда А в следующую Среду Саня Уже Уезжает Ну Как Он Говорит Навсегда То Есть Ну Мы Всю Тяжелую Работу Саня Мне Помог Сделали Сейчас Осталось Такое Сварочные Сварочные Работы И Все Такое Там Все Всякие Мелочи Там Окна Доделать Четвертята Уже Такое Вот Это Вода Самая Основная И поварить Клетки Можно Запускать Это У меня Как бы Ну Такое В голове То есть Надо Из-за Корма Подумать Пока Сезон Чтобы Покупать Сразу При Первой Уборке Уборки Начнутся Надо Сразу Думать Искать Покупать А мне Надо И Сарай Делать И Там Еще Я Хочу Тут Красный Переделать Под Откорм Потому Что Это В основном Целенаправленно На Свиноматок Чтоб Не Бегал Я Так По Свиноматкам По Всему Двору У меня Тут Свиноматки Были Откорм Пока Сделать На Откорм Там У меня На Пару Десятков Голов Есть Там Место Для Откорма Сделать И Сделать Хочется На Щелях Чтоб Не Тягать Навоз Откорма Тут Где Свиноматки Тут Убирать Так Вот Сложного Ничего Не А Где Откорм Там В основном Уборка И Там Бы Хотелось Сделать Щелевые Полы Тоже Хотелось В этом Году И И И И Саня У нас Делал Шуруповерт В обратную Сторону Круто У нас Два Шуруповерта И Все Два Поломаны Крутят Только На Закручивание И Мы Разобрали Тут Переделали Что Этим Будем Выкручивать А Другим Закручивать Да И Так Же Само Вот Этот Вагон Который У нас Под Зерно Мы Вот Этот Весь Метал Снимем Этот Метал Не Будем Снимать Только Тот Новенький Снимем Который Делали И В чем Тут Фишка Мы Когда Делали Ремонт Тут Внутри Ну Вот Это Гипсокартон Выравнивали Полы То есть Были Дожди Сильные Дожди И Короче В чем Фишка Оно Затекает Получается Везде Затекает За Стены За Металл Вот Затекает Оно За Металл То есть Сейчас Будет Ити Дождь Внутри Будет Сухо И Оно Получается Вода Течет Между Гипсокартоном И Металлом Вот Этим Поэтому Тоже На Этот Год Надо Хотя Бы Перекрыть Крышу И Обшить Стены Или Хотя Бы Крышу Перекрыть И Стены Обшить Даже Вот Этим Дешевым Таким Коричневым Ну Как Он На Сарае На Фронтоне То Есть Вот Так Сейчас Захрок Наверное Скормит Сейчас Посмотрим Ну А Эта Тряпку Видно Нюхает Он Уже Тряпка Грязная Моклая Что Не загуляла Сейчас Проверим Загуляла Или Не Загуляла О Видите Сколько тут прошло Уже начинает стоять Понюхала Тряпку Понюхала И уже стоит Ну Начинается У нее Вот Это Стояние Уже Начинается Загул Ну Сейчас Буквально Часа Два Три Я думаю Она Будет Стоять Как Как На Морозе Сейчас Она Покрутится Тряпку Еще Погрызет Понюхает Загуляла Сразу Метод Работает Кто Хочет Чтоб Загуляла У кого Потерли Обкряка Пронесли Домой Дали Понюхать Даже Не надо Ей Пряпку Давать Понюхать Дали И все Это Я Что Так Привязал Пускай Тягает Ну А Тут Один Кузелек Работает Кормежка Идет Дай Бог Все Будут Живы Здоровы Вот Так Дай Давай Назад Ну Если что лучше обрезать Обрезать Отлично Зачем Не обрезать Завтра Сочердь Вырежем Отделень Просто Накладку Сделаем Да А давай Как раз Преверное Поним На входе Вот тут Ну да И Обрезаем Просто А ну Вырежем Так Ну а так Первый кусочек получился у нас вырезали Хватило на 4 метра А на 5 метров Еще Не хватает Ну Есть у нас еще там Кусок Ну Вот И Рваны Может Мы сейчас что-то 2 метра Каких-то Оттуда Выделим И Еще Там Есть Другой Кусочек Ну То Уже Подзверной Я думаю А тут Где Крупорушка Будет стоять Две Штуки Где Мешать Основной Вот этот Пятак На входе То Так И Будет Ну А так Вышло Сюда Не хватило Кусочка На На угол Где Будет Бочка Стоять Ну Кой-то Кусок Найду Старый Набью Потом А здесь Мы А так Сделали Где Не хватило Так Тоже Кусок Нашли Порезали Это Все Позабиваем Под низ Положили Где Рваное Такое Это Будет Для Зерна Насыпью Будет И Чтоб Влага Не Тянула То То С Линолеум Там Как Вместо Пленки Или Брезента А тут А где Корма Замешивать Где Будет Стоять Крупорушка Ну Подмести Вымести Нигде Пыль Не будет В полы Туда Залазить Ну Ну То Отлично А Так Пойдет Это Не Гостиница Для Приезжих А Хостел Не Хостел Да А Просто Для Зерна И Крупорушек И Бетонной Мешалки Где Колотить Корма И Стены Обмел От Пыли Веником Как я Там Делаю Да И Все И Нормально Будет Так что Вот так Друзья Вот так У нас Все Получилось Всем Пока